Итоги подготовки вооруженных сил республики за полгода подводят в Министерстве обороны по традиции в расширенном составе, докладывает высший офицерский состав. Так начальник генштаба генерал-майор Василий Лунев первым доложил о внешнеполитической ситуации в регионе, о проведенной боевой подготовке и наиболее важных событиях минувшего полугодия. 11 июня был проведен совет безопасности по вопросам модернизации вооруженных сил республики Абхазия. 23 августа министр обороны Российской Федерации и министр обороны нашей республики подписал соглашение о развитии военно-технического сотрудничества, финансировании расходов, модернизации вооруженных сил республики Абхазия. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба отчитался за работу аппарата первого зама в летний период обучения, который начался 3 июня. В воинских частях и подразделениях вооруженных сил были проведены тактико-строевые занятия по боевой готовности, были отработаны действия суточного наряда по сигналу тревога, действия личного состава, отправка посыльных, получение оружия, организации охраны и обороны пункта постоянной дислокации. Статсекретарь подполковник Ролан Джоджуа доложил о том, как прошел отбор кандидатов для поступления в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. На 2019-2020 учебный год Министерству обороны Российской Федерации было выделено 77 лимитов, из которых 65 лимитов курсанты, все лимиты Министерства обороны освоены и 12 лимитов на дополнительное профессиональное образование офицеров вооруженных сил Республики Абхазия. На сегодняшний день в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации обучаются 268 курсантов. В том числе в 2019 году было отчислено 10 человек, из которых по неуспеваемости 4 курсанта, по нежеланию учиться 6 курсантов. О проведенных командно-штабных мобилизационных учениях Сухумской объединенной группировки войск и 5-й стрелковой бригады резерва отчитался заместитель министра обороны по подготовке соединений и частей резерва генерал-полковник Владимир Ануа. Учение проводилось в два этапа. На первом этапе отрабатывалось вопросы адмонализования и проведение 5-й стрелковой бригады в боевую готовность полную. На втором этапе были отработаны действия органов военного управления 5-й стрелковой бригады по планированию подготовки обороны. О выполненных мероприятиях в управлении материально-технического обеспечения за летний период доложил начальник управления генерал-майор Нодар Авицба. По службе ракетно-артиллерийского вооружения проведено доукомплектование частей и подразделений стрелковым оружием, боеприпасами к стрелковому оружию, обеспечили запасными частями для проведения ремонта стрелкового вооружения. Проведено изъятие, замена неисправного стрелкового оружия в командно-разведывательном центре разведывательного управления, отдельном отряде специального назначения. Проведена работа по очистке территории и ограждению склада ракетно-артиллерийского вооружения в селе Моква. Заслушав доклады, министр обороны Мираб Кишмария озвучил ряд распоряжений, в том числе более тщательно подходить к проверке качества топлива и запчастей, закупаемых для Министерства обороны, и уделять повышенное внимание обслуживанию техники, находящейся на балансе министерства. Кроме того, министр велел ужесточить учет вещевого имущества и уделить особое внимание культуре вождения. Еще предупреждаю насчет езды, наличных автомобилей, неподчинения ГАИ, нарушения правил движения и другие вопросы, о которых я уже ранее говорил. У нас постоянно какие-то аварийные ситуации возникают, и постоянно виноваты другие. Я более информирован, наверное, чем некоторые. Завершая заседание, Мираб Кишмария подчеркнул, что по итогам полугода замечаний нет только к военно-воздушным силам республики и к отдельному отряду специального назначения. Всем остальным предстоит устранить озвученные министром недочеты. Надежда Боровикова, Торни Камичба, Абаза ТВ.